Привет всем! Хочу показать, какая у нас весна сегодня. Вот, всё позаметала. Сантиметров 20 снега. Снег валит целый день. Муж меня гонит чистить машину. Два часа назад ещё сказал, чтобы я шла помогать. Я вот до сих пор иду. Он сказал, что мне нужно ехать на работу и меня везти, и что к машинам даже не притронется. Я уже смотрю, что всё почистил. Сейчас пойду на улицу, посмотрю, что там. Хочу показать, сколько снега насыпала на балконе по колено. Вот. Красота какая. Белки попрятались. Ни одних следов нет. Всё белое. Нет, чуть-чуть там есть. Кто-то бегал. Какая-то малышня пернатая. Ой, как красиво. Вот я сейчас иду во внутренний дворик, посмотрю, сколько снега намело. Снегу. Здесь ещё нечищено. Снег по колено. Ой, как классно. О, какие лежат сугробы. Короче, у всех сегодня есть работа. Все соседи отгребают свои машины. Балконы. Вон там китайская семья живёт. Капец. Ой, какая красота. Вот уже зацвели цветочки. И не примёсли, бедненькие. И так как жестоко припорошилась снегом. О, кошмар. Вся зима у нас обошлась без снега. Вон там соседи чистят. Красотища. Следы снежного человека. Это я. В общем, муж отказался меня сегодня везти на работу. Я думаю, потому что ему хочется отдохнуть. Но первая причина. Он пытался поехать тоже на работу. И доехал до первого поворота. И вот он стал заносить. И он вернулся. Дело в том, что здесь не принято менять резину. То есть стоит практически у всех летняя резина. Вот здесь уже почистили такие сугробы. Муж сам всё это расчищал. Пойду посмотрю, что там творится. Вот здесь уже посадили кустики. Буквально пару дней назад. Коммунальные службы высаживают цветочки. Сегодня утром они навезли земли. И уже успели посадить вот эти вот кустики. Всё уже в снегу. Но сегодня ездила машина. Что значит Америка? Они, видимо, сначала убирали основные дороги. Потом поехали по дворам. Муж рассказывал года два назад. Так, занесло вот эти все дома, что соседи ему на крылечко даже приносили еду. Они жили два мужика. Он и квартирант. И соседи побоялись, что они там совсем без еды сидят. Вот какая красотища. Красотища. Сейчас как мне упадёт что-нибудь на голову. Первый снег за всю зиму. О, и какая красота. Ёлки все укутаны. Уже деревья зацвели. Я представляю, что там в Вашингтоне. Там уже деревья цветут во всю силу. Розовые такие шикарные кустарники. О, какая мохнатая. Вот, хочу показать, что такое Америка. Дороги все почищены. Причём это провинция. Какая-то боковая уличка. И вот едет ещё машина. Дядечка мне помахал рукой. Вот какой умничка. Я вообще боюсь немножко снимать водителей. После того, как на меня накричал там один на трассе. А этот дядечка проехал, улыбается. Такой пожилой, седой, с бородкой беленькой. Помахал мне ручкой. Сейчас хочу пройтись до трассы. Трассы, посмотрю. Или расчищены тротуары. Конечно, вряд ли. Потому что это сколько нужно иметь рабочей силы, чтобы все эти дорожки порасчищать. Хорошо хотя бы дороги. Вот эти вот проезжие почищены. В принципе, ехать-то можно. Мой муж не захотел сегодня меня везти на работу. Но вышла поснимать. Вот это вот чудо. Хоть раз в году снег увидеть. И если получится, дойду даже до магазина какого-нибудь. Сейчас 4 часа вечера. Конец марта. Сегодня не знаю, какое 25-26 число. И вот американские дорожки. Все почищены. И асфальт со снегом не слазит. А вот кулек для мусора. Написано «Не сорить штраф или тюрьма». Вот тоже предупредительный знак. Но нужно сказать, что вдоль дорог, конечно, мусор есть. Кульки в основном, пластиковые пакеты валяются. Город, конечно, не пройдешь. Тротуары все засыпаны. Работают снегоуборочные машины везде. Уже много их видела. Иду прогуляюсь. Посмотрю, как далеко дойду. Там вот тоже, смотрю, что-то мелькает. В общем, вся техника на дорогах. Вон еще одна снегоуборочная машина проехала. Вот это вот загнивающий капитализм. Вон едет еще одна снегоуборочная машина. Вот, пожалуйста. Это я прошла буквально 100 метров. И уже увиделось десяток таких машин по уборке и расчищению снега. Все, я возвращаюсь. Далеко не уйдешь. Тропинки эти, вот пешеходная часть не расчищена. Поэтому нужно топать домой. Вон как идет по сугробам. Вот еще снегоуборочная машина. Это Америка, штат Мэриленд. У нас первый снег. Я вышла специально поснимать эту красоту. И посмотреть, как Америка борется со стихией. Буквально на каждом десятке метров работает снегоочистительная техника. Вот здесь я прошла небольшой участок. Очень много машин. Вот за мной еще одна машина работает. Вычищают буквально каждую площадочку. Молодцы все-таки. Тропинки не почищены еще. Снег немного притаял. Но еще лежит. Не сходит сам. Может быть ночью приморозит. Вон едет еще снегоочистная машина. В общем, техника работает на каждом десятке метров. Я бы сказала, на каждом шагу. Больше снегоуборочных машин, чем легковых. Люди сегодня предпочитают сидеть дома. Потому что я уже говорила, резину здесь менять не принято. Потому что зима в основном не снежная. Но бывает так, что на какое-то время завитает все. Вообще-то радость, конечно, снег увидеть. Наконец-то. Ну и одно из видео будет у меня посвящено безопасности в Америке. Потому что, например, мне одной ходить здесь небезопасно. Каждый раз останавливается какая-нибудь машина с черным мальчиком, который просит оставить телефон. Сегодняшний день не исключение. Он мне сказал, что я beautiful. Этому мальчику лет 35, наверное. Я сказала, sorry, I have husband. Муж вообще предпочитает, чтобы я одевалась как-нибудь так темненько, скромненько. И сама никуда не лазила. Здесь, в принципе, везде видеокамеры. Но все равно. Береженого Бог бережет. А вообще... Пока я иду, буду продолжать все-таки эту тему. Хотела это сделать отдельно в видео. О, работают все. Когда я жила в Детройте, то меня предупреждали, чтобы я тоже старалась меньше ходить одна. Там большая преступность. Моя знакомая пошла в 8 утра светить Пасху. Это был праздник. Подбежал молодой черный парень. И потребовал, чтобы она все отдала. Сумку, все, что в сумке, кошелек, все, что в ушах, на руках. Эта женщина говорила, что парень был довольно такой щупленький. А женщина больших размеров, скажем так. И если бы это случилось в Украине где-нибудь, она бы, конечно, его ковырнула одним пальцем. И этот парень бы отлетел. Но в данной ситуации она просто побоялась, что у парня может оказаться нож или пистолет. И отдала ему все, что у нее было. И когда меня, например, возили в магазин, мой знакомый на меня кричал. Даже в случае, если я просто держу в руках телефон или кошелек, выходя из машины. Он говорил, что все это нужно прятать в сумку, в карманы. Лучше всего в карманы, потому что сумку тоже могут выдернуть. И очень на меня ругался. Когда я приехала в Мэриленд, мой муж тоже меня убеждал, что здесь очень безопасно. Да, этот штат относительно тихий. Тем более место, где мы живем. Но здесь тоже не обошлось без приключений. Первое, это что случилось. Вот жили-жили мы так спокойненько. Потом как-то в двери постучали мальчики, черные мальчики. И предложили скосить траву около нашего дома. И пока я думала, что он говорит. Мой английский не очень хорош. Я ему говорю, что не понимаю тебя хорошо. Этот мальчик стал работать. И часть газона он все-таки умудрился скосить. Я в это время набирала мужа. Думала, может быть, это коммунальная служба. Но это нет. Это вот эти мальчики приезжают на машине, вытаскивают оттуда свои газонокосилки. Бегают по домам и предлагают частную помощь. Муж сказал, что нам это не нужно. И пока вот шли все эти переговоры, трава была скошена. А тогда этот парень стал требовать мне деньги. Я опять сказала, что я не понимаю. Через какое-то время у нас из Бекьярда, задний дворик, исчезла маленькая газонокосилка. У нас было две. Одна большая, другая такая ручная, малюсенькая. Муж решил, что это, наверное, вот эти вот черные ребята, чтобы как-то погасить наш перед ними долг, просто решили спереть нашу газонокосилку. Везде-везде снегоуборочные машины еще едут. Так, честно говоря, задолбали. Я здесь с один пенек хожу. Едет мужик на снего... этой уборке, на машине снегоуборочной. И пипикает мне и машет рукой. Уже прошло несколько человек, правда, мимо меня. Обязательно нужно улыбнуться, поздороваться. Я просто хочу вот так вот одна пройтись и побазарить что-нибудь. И подышать свежим воздухом. Так вот, эту газонокосилку у нас сперли. Потом был момент, я возвращалась домой, уже начало темнеть. И меня обгоняют полицейские машины. Одна, вторая. И когда я уже подходила к своему дому, ноги немного намокли уже, увидела, что из одной из машин выбежали полицейские. Было двое. Они наставили автоматы. Я как раз проходила мимо. И из дома вышел черный парень. Руки держал за головой. И мне это очень жутко. Как-то я тоже вечером шла, увидела, как меня пристально провожали взглядом. И когда я обернулась, просто почувствовала этот взгляд. Этот парень, который выходил из дома с поднятыми руками, стоял и смотрел на меня, прислонившись к дереву. Он черный, дерево черное. Я только увидела, как велькали эти глаза. И вот этот пристальный взгляд, как он меня провожает этими глазами. Конечно, это все мелочи по сравнению с тем, что в Америке стреляют. Я прочитала информацию о выстрелах в одной из школ. Стрелка остановил школьный охранник. Есть жертвы. По-моему, один человек погиб, один ранен. И сегодня же прочитала информацию о том, что задержали парня, который разбрасывал бомбы под двери людям. То есть он это... Вот еще одна машина. Все везде чистится. Он эти бомбы паковал в так называемые посылки. Может быть, неделю назад я читала, чтобы люди ни в коем случае не открывали эти посылки. Но было несколько жертв. Страшные, конечно, есть истории. Буквально в прошлом году стрелок расстрелял на стадионе. 50, по-моему, с лишним человек. Эти люди погибли. Было много также раненых. Стрелок собрался в гостиницу на высокий этаж. И оттуда стал расстреливать людей. И история тоже, которая мир потрясла в этом году. 19 погибших школьников. Расстрелял их 19-летний парень, который был не совсем здоров. По-моему, он болел на аутизм. Когда я мужу это рассказала, он спросил, кто вообще, в принципе, больным людям продает оружие. Потому что нужно все-таки справку требовать. Первые выстрелы и сразу паника. Студенты университета Паркланда прячутся под парты. Камеры их смартфонов фиксируют все происходящее. Вообще, меня, конечно, очень это удивляет, что людям не хватает, живя в такой прекрасной стране. Говорят, что тенденция вот такая вот по отношению к оружию характерна для богатых стран. Они подростки, но с охотой знакомы уже давно. Впервые я взял в руки ружье, когда мне было 11 лет. Сейчас ему 16. Говорит, на охоту ходит постоянно и редко возвращается без добычи. Это ружье калибра 5,5 мм. Оно отлично подходит для охоты на оленя любого большого зверя. Но мне кажется, еще это связано и с какими-то психическими отклонениями. Также в Мэриленде был случай, когда на трассе, на скоростной трассе стрелок высунулся из машины и стал расстреливать проезжающие автомобили. И я люблю пофотографировать, как-то мы с мужем ехали. Я увидела такой большой грузовик, на нем какие-то там машины, мотоцикл. Мне показалось это интересным, красочным. Я достала свой телефон и стала щелкать. И потом я обернулась, этот водитель грузовика начал кричать, чтобы я ничего не снимала. Он был ужасно зол. Я уже не знаю, что там за технику он перевозил. И я теперь остерегаюсь фотографировать встречные машины, либо просто людей, потому что не знаешь, на какую реакцию можно попасть. Но в основном американцы, конечно, очень приветливы. Они всегда улыбаются. Вот я говорю, что иногда просто хочется пройтись по улице, чтобы никто не трогал. Да, я здесь, конечно, странно смотрюсь, потому что улицы пустые. Дети бегали утром, радовались снегу. Но пешком здесь не передвигаются. Недавно упал новый мост на Флориде. Я делала пост об этом на страничке в Фейсбук. Мост. Махина в 950 тонн. Он должен был послужить для того, чтобы дети через проезжую часть, через скоростную дорогу, безопасно переходили к школе. Есть жертвы, но водителей, большинство водителей спасло то, что они остановились на красный свет. В интернет были опубликованы видео с камер наблюдения. Жуткое, конечно, зрелище. Но такие моменты, когда рушится какое-нибудь здание или мост, как в этом случае, они довольно-таки редки для Америки. Я уже на своем заднем дворике здесь уселась. Просто не хочется домой идти. Такая красотища неимоверная. Птицы какие-то огромные летают. Я в предыдущих видео где-то показывала. Там, где я рассказывала о своем доме. И показывала видео, как на нашей крыше сидели огромные такие грифы. А сейчас я прогулялась. Летела над домами пара лебедей. Просто очень красиво. Сижу и наслаждаюсь. И вот я думала, что моя мечта была уехать в Нью-Йорк с того времени, как я попала в Америку с первых дней. Как я жила в Детройте. Это был, конечно, ужас. Но сейчас, я думаю, меня просто Бог послал сюда. Потому что такой покой. Вот эта вот близость с природой. И после этого стресса перенесенного, вот эта вот тяжелая, тяжелейшая, я бы сказала, эмиграция, эти все переживания. Я здесь просто на курорте. Это, конечно, огромное наслаждение, учитывая то, что я городская жительница. Вообще не привыкла жить в селе, недалеко от столицы и наедине с природой. А вы подписывайтесь на мой канал. И не скучайте. Жизнь прекрасна. Все. Всем пока.